добрый вечер дорогие друзья мы снова в зоне мы снова с вами в зоне и так продолжаем двигать народную соляночку посмотрите какая красота поставил я ретекстур накатил еще в эту серию попробуем реализовать квест по монолиту котик попросил выяснить что да как как они тут нарисовали что им надо помним и все этот квест играем правда с других с моих старых сейвов потому что я тут поменял кое-что вы видите да во первых ретекстур накатил да подожди не шерести потом skybox и кое какие поменял так для красоты сейчас осмотрим посмотрим что тут на локациях вот на болотах среди как ночью атмосферно двигаться с тазиком на перевес у нас красавица то есть что мы сейчас сделаем делаем в эту серию так в эту серию мы с вами реализуем квест по монолиту посмотрим что да как потом нырнем к дэну поспим я уже сутки мотаюсь время 336 с утра до часу ночи дело в том что смотрите сюда у меня имеется пнв ночничок имеется этот в сериям наборы попробуем вольнуть контролером контрасосики там он нарисовался нам накидывал все мы помним пойдем реализуем этот вариант посмотрим что да как кто там шелестит кто нет вкус так мин кинем туда вот такую вот удачную гранатку у меня их 25 штук уже накопилось вороненок которая просто лихо и на повал кладет все что в радиусе 10 12 метров все вы помните ну и в целом дальше двигаем оп с этими паками посмотрим что за ретик стурмлин какие баги ошибки заодно проверим ну и возвращаемся видосики так сказать после такого долгого период перерыва ну как бы реальная жизнь тут надо понимать тут проблемы свои вопросы не буду озвучивать как бы этом все касается лично личного плана поэтому так а тут наверно сейчас опять у нас до нарисовалась куча ли да тут постоянно шмаляют пацаны отстреливают нечисть в стоя и тихо подожди ты не скачи так не прыгай вот так вот он плоти 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 сморки кого только давай давай бродяга кого только нету а ну тут же мощные плоти мощные я помню одной таблеточки не хватит да братва давай вперед парочку заряди дробью ну кого сейчас подрежем ему конечность ах ты падла не угомонилась мне еще дышишь а чё там ребята все уже отстрелялись ребятки вы чё отстрелялись как я влюбился в тазик просто великолепный стволик вам точно говорю так присел отрезал я так по-своему срезал я вити нож достаю вообще желательно желательно сделать это все до ума до вести понятно что они добавили серьезный ну то есть срезаешь только в том случай запчасти когда у тебя имеется нож надо бы еще добавить тот момент то есть ты можешь срезать только в том случае если он у тебя в руках вот как сейчас то есть когда срезаешь достаешь нож ноги ну и соответственно только в этом случае срезает он запчасть. Но это так, если для реализма вообще делать. Красава будет. Кому не нравится, пожалуйста, на эксперт. Просто так же и по худовым элементам. Ну ладно, это я уже объяснял еще давно. Просто для тех мододелов, кто в ОП2 ковыряется, что-то какие-то правки и новшества вводит. Почему бы это не ввести? Еще раз говорю, было бы вообще красава. Так, а где у нас тут бюрер хрюкал? И где пацаны? Пошли туда, что ли, там наводить шороху? Тут же бригадка стояла. Их уже пожирали, что ли? О, ребят, вы что, свиньи? Со свиньями не разобрались? У него Борово-Гадюка, да? Да, он, смотрите, Гадюка-Борово. Они мне нужны, кстати. Они мне нужны. Так, и этого приложили, ты посмотри. Тоже хороший стволик у него. А у меня такой же, по-моему, здесь лежит. Да. Ну и пусть. Ладно, Гадюку заберу. Это пусть здесь лежит. Все. Отваливаем по Монолиту. Двигаемся по Монолиту. И потом к Дену. Да, кстати говоря, тут с других сейвов играем. Дело в том, что тут у нас, братва, я баги. Помните квест? Уже в этих сейвов я перегнал уже баги. Такой, кстати, замороченный квест. В каком плане? Геморройный. Дело в том, что само управление этого баги оставляет желать лучшего. Коряво сделано все. Он там еле ползает. Не, ну ползает он не еле. Просто при поворотах там управления. Ну, кто на нем двигался, знает. Плюс там заденешь ближайшую кочку незначительную. Он уже там дымится начинает. Ну, и, кстати говоря, не забывайте уничтожать БТР и все. Если будете через переход на Ксидору двигаться ближе к блок, на блокпосту который, там эти БТР уничтожают махом. Я как бы все это учел. Быстро перегнал, там проблем нет. Вдоль колючечки, быстро к переходу. То есть, никаких проблем не было. Ну, естественно, он фонит там сильно. Это надо там эти антирадиационников побольше или артефакты хорошие иметь. Чтобы так особо радиация так, подожди, не убивало. Ну, и, соответственно, еще ряд квестов выполнил. Таких незначительных. И на болотах здесь, я не помню, в прошлых сериях мы с Калмыком порешал. Ну, а вообще портянка та же. То есть, вы там не думайте. Мы, как бы, ничего не... Кто смотрит досконально и тщательным образом. На АТП меня еще не было. Кстати говоря, будем по новой зачищать АТП. Там, где мы с этими... А, инструменты я тут уже нашел. РКБ, вот эти вот для этого, Долговязова на Агро. Потом еще какие-то инструменты на... Так, давайте, наверное, отсюда пойдем. На АТП для этого тоже... Ой, для... А, ну да, для Долговязова. На АТП кордона, короче говоря, там были инструменты. Вы просто в тех сериях этого нет. Я сразу предупреждаю, что вы не увидите уже. Если будем сейчас тщательным образом двигаться, все у нас будет хорошо. Никаких заминок и так далее не будет. Ну, и, соответственно, так, сейчас мы выходим опять на деревушку, я так понял. Надо, наверное, вороненок в руки брать, да? Там контра-сосик нарисовался. Это факт. По новой... А, мы даже, кстати, может и не появимся здесь. Просто можно было бы, конечно, ручки посрезать. У меня там их... Гранаток-то много. А, уже смотрите, время сколько? 4.11. В принципе, паду-то. Самое время разобраться с монолитом. Просто я думал, там в ночи, в этом тумане вообще не видать будет. Тут видимость оставляет желать лучшего на этих болотах. Так, ну, тут пока тишина. Вроде аномалий не так много, да? Аномалий не так много. Можно и пробежаться по-быстрому. Давайте проскочим. А, ну, к деревушке выползаем. Мы с вами... Ладно, тогда уже не будем туда двигаться контра-сосом. Потом еще квест связанный будет. Я имею в виду в этой локации. Вернемся. По мозгам контролера мы решали вопрос уже в прошлых сериях, да? Там зачищали. Поэтому там еще будут квесты. Вернемся однозначно туда. Сейчас забежим здесь, посмотрим. Тут Хабароков-то не помню. Опа, блин, я забыл. Да-да-да. Ну, ладно, переигрывать не переигрывать. Ничего, это не будем. Трансмутатор на руках, рецептов куча. Будем варить, значит, по новой все. Так, подожди, подожди. Не шелести. Мне надо, во-первых, подлечиться. Дайте мне подлечиться от этой радиации. Там еще их наползло. Ты посмотри. Подождите, братва, давай-ка я сюда отбегу. А, ну нормально, еще терпит. Где там? Давай по одному. Так, один. По-быстрому. Второй. Бродягань. Ах ты, ты посмотри, а. Не хватило. Отличный тос, просто замечательный. Конечно, минус в том, что, ну понятно, двухзарядное ружье, то, что пока он перезаряжает, да, не так быстро это делает, в принципе нормально. Вас могут завалить, сожрать вот те же мутанты, но надо тут, конечно, ловко просто действовать. Я уже привык к этому делу. Мне нравится. Это ружье, блин, по полу, кстати говоря, даже побольше, не, подожди, я нож хотел взять, побольше даже остальных, так сказать, этих, побольше остальных дробовичков. Так, замечательно. Сработали. Сейчас берем в руки М14 и двигаемся, разберемся с монолитом. Попробуем, по крайней мере. Если что, используем гранатку. Мощную. Мощную гранатку. Так, как нам лучше проскочить? Ну, давайте, вот здесь вот по тропочке, припаркуемся, где состав и в этот, в оптику осмотрим, как там нам лучше работать. Тут я пройду. Да, можно, наверное, вот так вот проскочить. Аномалий не так много. В принципе, на болотах, да, сделали. Поэтому можно и пробежать по-быстрому. Так, чтобы аккуратно, я имею в виду, ни нос к носу мне сейчас к ним не выползти. Все, берем М14. Сейчас будем осматривать. Блин, ну, в таком тумане, конечно, никакой М14 не поможет. Гляньте, как я тут осматривать буду. Кто-нибудь что-нибудь видит, бля? Только гранатой, гранаткой их шугать придется, скорее всего. Хороший такой, мощный. У нас их много. Мощных гранаток, да? Наверное, сразу возьмем какую-нибудь вот такую вот, да? Самую мощную. они там ближе, ближе, подальше. Ну, тут у костерка могут быть бандюки еще. Давайте вон туда вот кинем одну. и одну вот сюда подбегаем и вон туда одну. Точно их там всех уничтожим уже. Берем наш тактический и вот отсюда начнем двигаться в приседе. Осматривать. Ну, после таких, конечно, гранаток, я думаю, там бесполезно что-либо осматривать. Эти гранатки можно поднакопить, кто вот, смотрите, у меня их немерено, кто там тревожится, что их тратить. Что их тратить? Эти гранатки постоянно выдают за второстепенные мелочные задания. Подходишь там к Сидору, к бармену, мне нужна работа и погнал там уничтожить или запчасть перенести. И там он тебе и гранатки, и патроны. Просто я так, ну, почему на этом акцентирую, некоторые просто, что их тратить. Там немерено он выдает. То есть, за определенные квесты. Похоже, я уничтожил всех этих бандитов за гранатки. с помощью этих гранаток, да? Или нет? Не бандитов, а монолит. Вон он лежит, отдыхает, приятель. Пойдемте, документик заберем. Просто в таком тумане я не стал уже там выцеливать, там нифига не увидел бы, а сейвы особо не делаем, использовали гранатку. Хватит нам боев. Вот, пожалуйста, блокнот монолита. Снимаем, принести коту. Но коту мы не понесем. Двигаемся по направлению к Дэну. Посмотрим, что там у него за квесты. Ну и вообще отдохнем. Хватит шлындать уже. Шаримся по зоне сутки. Время 4.46. До часу ночи спим и обратно ночная серия. Ночной поход у нас с вами. Посмотрим, что там за контрик. Такой злостный. Он какой-то там говорит злостный, конкретный, вычисляет, не подлезешь к нему. Так, тихо, слышу мутантов где-то тут. Неподалеку у меня. куда-то забрел в дебри. Подожди. Чтоб мне по воде этой радиоактивной не двигаться, наверное, отсюда зайдем лучше. Да, вот они. Тут эти непробиваемые плоти. Так, а это что у нас? Бенгальский огонек пригодится. на ту же дробь, на те же аптечки. Да, сейчас придется побегать с ними, с этими. ой, что-то у вас набежало, ребят. Я и не ожидал. Так, одну прижмурили. Посмотрите, толпу целая свора этих понабежала, мать вашу. Тихо, тихо. Вот так, боком, боком. Держала в пятак тебе красивенько. Ну, да я шустрее вас, ребят. Ничего. Да, да, да. последний товарищ. Все, замечательно. Аптечкой подпитаемся и попробуем срезать. Тут, конечно, выпадение редкое стоит у меня, но есть вот глазик один. там у меня, кстати говоря, еще есть хороший ствол. Этот, Фриман подогнал. Я, правда, не помню. За кейс, по-моему, хороший стволик снайперский. Тоже можно будет попробовать его потом. ну и денег. Посмотрите, как много у нас денег. 300 рубликов. 300 рубликов на кармане. Это, конечно, я очень сильно потратился. Там просто была необходимость. И, соответственно, будем восполнять. Но это быстро мы сделаем. Так что не переживайте. все будет гуча. Сбежим до Дэна. Ложимся спать вначале. И пойдем посмотрим, что там за монстр такой неубиваемый. Он там говорит вообще конкретный. Не подсунешься к нему. 5 бригад отправил. Все не вернулись в обратку. Поэтому сейчас будем смотреть. Экзоскелетик у нас как себя чувствует. Оружие надо бы подлечить. Сейчас подлечим тозик. Так, братва отдыхает. Только проснулись все. А я буду спать ложиться. Вот, баги. Видите, нет у нас. Баги. Я его тут перегнал побыстро. Корявенькое там управление конечно сделано. Но все пошло в аккурат. Сидорович остался доволен. Только наши пацаны там, которые на точке новички его потом расстреляли. Там чудик косолапый бегал. Пришлось огонь открыть. Шмаляли шмаляли да так, что просто навсего баги наш накрылся. Так, подлечим короче говоря этот, да. где где у нас тозик подлечим а, надо же в руки ствол да, я и забыл стволик в руки и будем ложиться спать. А в принципе и бронь можно сразу. Все отлично. Так, сколько время? Время у нас пять часов. это то есть спать нам? А, ну это в любом случае не получится. Там же восемь часов максимум, да. Да, видите как. То есть а он так часу ночи не получится. Что-то я даже не пострел на время. Тебе же к часу ночи надо, да, там по квесту что у нас сказано? Где там этот квест? По-моему к часу ночи. Так. Не получится братва у нас. Я что-то рассчитывал. Починка огнемета. Пропавшая экспедиция силы уже у нас на повестке. ПДА тирана тирану ПДА на руках у нас. Так, а где этот квест-то ёптать? Это я не вижу его. А, или это у меня в старых сейвов, блядь. Подожди. А, вот, раздобыть ПМВ цифровой для охоты. Встретиться ночью, да, он, видите как. То есть, придется отыскать где-то на окраине забытого леона. Да, какие скелеты, блядь. А, это книга для шахтера, да. Я, кстати, уже клад, клад еще, да, вы же не смотрели, я клад уже добыл. Или было видео на клад, короче, клад, который находится для лысого. Так, подожди, подожди, а где у нас, что у нас? Так, ну, короче, ночью. Да, у нас не получится, потому что время 6 часов утра. Если даже я 8 посплю, правильно, что там, 3 часа, 1, 2, то есть, не проканает. Это в любом случае. А что еще тут у нас есть? Ладно. Что еще мы можем сделать? То есть, котику сейчас отнести. Что-то еще тут у меня есть на болотах. Инструменты для Василия. Ладно, хорошо, пойдемте пройдемся до котика обратно. Посмотрим, там что. Ну, с болот уходить не будем. В любом случае, этот квест надо добить с ПНВ. Сейчас полазим немного времени, да, пройдет, потом ляжем спать и к часу подтянемся. Я что-то немного не подрасчитал, он же к часу именно ночью просит подойти. Там, как бы, это. А тут в спальнике у нас 8 часов спит. Надо было 24 делать им. Ну, или как-то там делить, я не знаю. Так, чтобы было это. То есть, ты мог подрасчитать по времени. Пойдемте в церквушку загрянем, хабарка наберем, с бандитами повоюем. По пути. да, тактически возьмем на руки. Тактически на руки. Поотстреливаем бандюков по пути. А, кстати говоря, у нас там же еще с этим, свибло все у нас, закончил я, нет? Квесты. Сейчас мы, так, кровососов не хватало. Так, стоять бояться, дай-ка мне кого-то. Держал, бродяга, мать твою. Ой-ой-ой-ой, он что, запрыгнул, что ли? Не, он меня зацепил, просто. У него руки-то у нас длинные, да? Как говорится. Подожди, подожди, дай-ка я подлечусь. Ну, там что, не один, что ли? Так, я кушать захотел. Бутербродик смелости навернем один. Ну, бутылочку храбрости я не буду намахивать, потому как я просто не попаду в него. Бутылочку храбрости потом намахнем. Так, иди сюда. Держал, бродяга. Да дохни уже, а? А? Где он там? Понял, что со мной шутки плохи, да? Может, я его строчильничком уничтожу по-быстрому? Просто не хочется спускаться вниз. Строчильничек в руки взять, в аккурат сработает, как вы думаете? Вот этот вот. Отстегиваем прицел. Давайте, а то я так долго его буду. У нас время, конечно, хватает. Давай, иди сюда, падла. А? Да, строчильничек, строчильничек рулит, как вы можете заметить, да? Это у нас с вами тактический. Тоже обожаю этот стволик. Так, а где у него этот? Вот он. Обратно прицельчик при собачьем. Ну, давай, поделись. Вот, молодца. Так, отлично. Что там у нас впереди? Да, и ножик у нас, посмотрите, такой именной красавец. Им только, им, на запчасти его даже как-то, им подрезать не щупальца, допустим, втихаря там по скрытности, да, кого-либо, противничка. Так, ну, что тут, циркушка опять бандюками забита, я так понял. или нет? Как вы думаете? Так, тихо, тут аккуратно надо ходить, я помню. а, ну, это мы к нашим идем. Не, на тебя я не буду тратить, блядь. На тебя я с тозика приложусь. блядь, блядь, там еще стадо бежит, а ты посмотри. Ну, дай-ка гранатку смелости, что ли, блядь, вот эту вот. Ах ты, блин, ну, там еще за ним, по-моему, бежит. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой, кто там еще какой-то, блядь, карлик бежит. Не карлик, а стритим этот, мини-мы, мини-я, блядь, или как там братец его младший, так сказать. А он ручку рисует, нет? Не, он ручку не рисует. Кстати, меня Сахаров там просил какие-то эти, так сказать, рудимент добыть с карлика, какие-то пробы взять, квест там есть у него, образцы, так сказать. Надо будет тоже обратить на это внимание, если карлики нам повстречаются. Кстати говоря, когда РКБ инструменты снимал на Агро, там вот карликов немерено было. Различных. не, ну в принципе так-то тишина, да? Или там впереди жопа полная на весь экран. А ну-ка, подожди. блин, тут один шаг чуть-чуть же там башмачком зацепил, уже полный от радиации, ну ё-моё. Вы слышите, там бандюки есть, нет? Где у меня антирадиационный? Он уже жрать хочет опять. Ну, после радиации само собой. Давайте бутербродик один съем. Что, не хватило? Давай ещё один. Так, ну-ка, уберём пока прицел. Сейчас. Да ты что, такой неугомонный? не насытился, что ли? А ну. Да, там уже шантропа местная тасать тусуется. Сейчас я подожди. Эй, 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 не шелести. Ты на кого булочку крошишь, а мать твою? Шалупень местная. Ну-ка, дай-ка я разберусь. Блин, я не сохранился. Подожди. Мало ли, эта шантропа меня приложит сейчас в лёд. Так, отлично. Сделали сохранку. Теперь пойдёмте погутарим. Ты на кого там булочку крошишь? Какой? Блин, эээ, контр-страйк, мать твою. Их там целая толпа, бля. Там булочка не булочка, не прокон... Эээ, подожди, подожди, бля. Ты что, уснул что ли? Слышь, пидрила, ты у меня сейчас договоришься. Может, зря я в дом сюда зашёл? Тихо, тихо, ну... вон... Держал, строчильничек. Да-да-да-да-да, я понял. Держал, бродяга. Блин, ну какой стволик, а, просто изумительный, бля. С таким стволом я всю дорогу буду двигаться по просторам пустоши. да, братва? Тихо. Где там твои друзья-товарищи? Чё, трое, что ли? Тут же обычно батальон этих отморозков. А, хлопцы? Да, ну, похоже, в этот раз не так много. не, один там засел стопудово, так как обычно бывает, расслабишься, да, а один какого-нибудь сидит там и, так сказать, выжидает. Я вам точно говорю. Блин, да у вас-то и брать нечего. Ну? Никого нет. странно. Ну, да, видишь как, они тут с этим бодались с полтергейстом, да, потихонечку. Тут со спины подойдет и подрежет махом. Надо аккуратно работать. ну, тут я еще собирал весь Хабар в прошлом. Да, не густо мы. АКМ-чики, так. так, а что нам там предлагал этот, как его? Где у нас Александрыч вообще? Подожди. Я же, по-моему, на него выполнял, нет? Квесты. Сейчас пока время есть до того, как нам с вами надо будет двигаться к этому, как его? К Дэну. Можно немного расслабиться по заданиям с Александрычем. Что он там попросит? Тоже интересные квесты. Я так понял, да? Ладно, побежали на базу. Там разберемся. Братву нашу пожрали мутанты, да? Жалко, конечно. Так, ладно, что там кот скажет сейчас? Надо блокнот-то ему отдать. Блокнотик ему накинем сейчас. Ну, давай, рассказывай, что там за хохмат. в укуренное ясное дело до зеленых веников. Тут раз кровосос на них из кустов. Первый свободный вышел шум, понял голову и обомлел. Ну, давай, намахнем, у меня пивко. Второй тоже так голову подымает и говорит задумчиво. А, у меня нет пивка. Не, вот. Да, слышали мы, ты это уже по сто раз одно и то же рассказываешь. так, у меня этих АКМов немерено и этих тоже там по тайникам, поэтому скидываем. Борово оставим. Так, ну, че, все ровно прошло. Посмотри, у одного из них тут блокнотик был. Интересно, интересно. Знаешь, похоже, они собрались здесь что-то построить. Ну, вот что. понять пока не могу. и что дальше будем делать? Давай так, пока займись своими делами, а я в бар скоро выдвигаюсь. Ну, так, чуть позже пересечемся. Мне тут надо с кем проконсультироваться. Ну, давай, удачи. Так, че там у нас? С тобой мы все решили? Ага, грибы принимай. Хочу прикупить. Привет, это что? Привет, странник, заходи, выпей, отдохни. Мы хорошим людям всегда рады. Ну, раз так хорошо принимать, то почему бы и нет? Смотрю, смотри, у тебя там горит ш... А, ну, возьмем, в принципе, на грош пойдем, это же, по-моему, на этот, да, на псевдогиганта. Твою мать, опять сгорела, что же я народ, чем же я кормить-то народ буду? Слушай, ну и вонь у тебя стоит, ты че жарил там? Да вон, мужики, принесли кабана, только у них мясо жесткое, когда жаришь, воняет. А так, даже и ничего, вот если бы псевдогигантика раздобыть, у них мясо что надо, по вкусу куриное напоминает, только в сто раз лучше. Слушай, заработать не желаешь, че делать надо? Да работенка не пыльная, но побегать придется. Тебе не кажется, что одно противоречит другому? Я о том, что убивать никого не надо, все чинно и пристойно. Ребята на днях видели на агро красного псевдогиганта. Хер знает откуда он, но таких очень мало, а их мясо, ух, тебе такого даже в лучшем ресторане никогда не приготовят. Ты ж вроде сказал, что убивать никого не надо. А тебе не надо его убивать, ты из него решето сделаешь, потом только в помойку его. Нет, пусть охотой занимаются профи, для этого я специально охотников нанимаю. Как они это делают, я не знаю, но убивают без единого выстрела даже псевдогиганта. Ну, конечно, берут в руки топор храбрости, мать его, топор храбрости. Помните, да, топор мясника? Это он же без единого выстрела говорит? Твоя задача, нужно найти и поставить метку на красного псевдогиганта, а уж потом я вышлю охотников, понял, да? Только запомни, не вздумай убивать его, мне тухлятина не нужна. Я дам тебе иглометик переделанный, который стреляет иглами с микродатчиками. Приблизился, выстрелил, убедился, что зверь помечен и ко мне. Да, пушку не вздумай заныкать, она уникальная, единственная зона. Ну, хорошо, давай мне пушку, помним этот квест. Да, короче говоря, лабуда у тебя здесь. Так, а нам время, нам время-то как скоротать, мать его, 6.39 только. Если я сейчас лягу спать, этого сколько мы проснемся? Что там Свиблов накинет нам интересного? О, кормили. Ну, давай рассказывай, что ты-то скажешь? Не будет разговор, сталк. Да, еще, есть еще работенка? Для тебя есть, ты у нас парень серьезный, так что это задание как раз для тебя. Что надо делать? Мы испытываем недостаток, ааа, начинается, начинается, аа, ну это ж халява, ептать. Мы испытываем недостаток оружия, поэтому нам пришлось пойти на сделку с наемниками. Есть у нас парнишка, халявой кличут. Он такой проныра, если бы и не он, мы бы и месяца здесь не протянули. Достань и все, что угодно, вот и на этот раз договорился с наемниками о поставках оружия. Но они поставили нам условия, с нашей стороны только двое человек, халява и дружок его закадычный. Мы с ними раньше имели дело, и не всегда, они вели себя честно, поэтому я хотел бы тебя попросить присмотреть за сделкой. Мне главное халяву сохранить, бог с ним, с оружием. Я с самого начала был против этой сделки. Да, халява настоял. Так, еще раз, мне надо прикрыть халяву, пока он сделку совершает. Да, ты прав, халява не должен умереть, и второе условие, пока все тихо и спокойно, тебя не должны видеть наемники, иначе нас обвинят в нарушении правил. Мы свое слово держим, понимаешь? Да, сделка будет происходить, кстати говоря, на заброшенной ферме на кордоне. Все понял, уже выступаю. Так, посмотри, вроде как у меня кое-что есть для вас. что там у нас? А, это разные там ему, так, у меня есть красные щупальца. Да, можно маузер, да, вот мы ворону загоним. Кстати говоря, да, давайте обменяемся. У меня есть красная рука. У меня еще и в тайниках она там. Капля души артефакт подогнал. Так, а это что, помощь нужна? ну ясно, это пока. Подожди, а что там за этот, капля души? Где там она? Вспомним, да, что да как. А, ну тут у нас ясно все. Ну пусть будет. Пусть будет, так сказать. Так, 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 так. Так, а что у нас это? У него все квесты забрал. Давайте-ка к нему зайдем. Ну, по идее, можно быстро на кордон метнуться. В принципе, раз такое дело, смотрите, время 6 утра всего. А потом уже к Дэну, да, там с халявой разрублено. Раз такое, а, ну все, я у него все забрал. И на оружейника, и соответственно, все взял. Поэтому сейчас, наверное, братва, быстро проскочим. Давайте уже на кордоне увидимся. Быстренько решим вопрос с халявой, да, потом к Дэну обратно. Раз такое дело. Да, скорее всего, так и сделаем. Мотанем на кордон. Там еще, по-моему, на кордоне кое-что. Блокпост военных я зачищал, нет. Там по Гидре, по Гидре, а, Гидру мы вроде как находил я, по-моему. Ладно, давайте уже тогда включимся на кордончик и решим вопрос по халяве. Там тоже с наемничками сейчас придется повоевать. Так, замечательно, замечательно. Так, там надо, кстати говоря, аккуратно действовать нам с вами, ребят. Поэтому мы сделаем вот что. Наверное, надо будет как-то зайти к ним с другого фланга отсюда, наверное, да, как-то так аккуратно проникнуть туда, чтобы нас не определили раньше времени. Так, что там братва как чувствует себя. Кстати говоря, подожди. Подожди, подожди, мы сейчас знаем, что посмотрим. У этого я брал задание на этот. Телепортируй меня. Да, я все взял у него на карты. Все, пробежим сейчас до точки по-быстрому, не обращая там внимания на мутантов. Попробуем отработать красиво, так, чтобы нас вообще никто там не заподозрил ни в чем. отсюда получится у меня зайти без шума, а? по-моему, должно получиться. Если аккуратно. Должно, должно. тихо, да не ритм. А, кстати говоря, тут же у нас эти, блядь, тут же у нас эти, как его? Надо будет уничтожить. Да, он уже шмаляет. Но я его потом буду уничтожать. Так, тихо, братва, давайте аккуратно. Сейчас вот тут припаркуемся. Я думаю, должно прокатить. Ну-ка. Да, место сделки. Ну-ка. Ну-ка. Давай-то мьетать, рожай. Ну? Так, надо чуть-чуть ближе, ближе, наверное. Сейчас просто чуть ближе, если подойдешь, может провалено быть заданием. кто-нибудь, помогите. Вот, лей, блин. Кто-нибудь, помогите. Вот, отлично. Не успел даже. Да, бродяга, завалили сразу. Там они, видите, в ухо, ну, так сказать, вату не катают. Да, дело в том, что бывают такие моменты, что они просто колом стоят. Ну, как бы он начинает кричить там. Кто-нибудь, помогите, ты вылазишь, они просто вообще не реагируют. Их просто валишь и все, в тупую стоят. А тут же, видишь, кто-нибудь, помогите, они сразу же огонь открыли. Ну, что ж, еще раз попробуем. Еще раз. Так, ну, давайте еще разок вторую попыточку попробуем реализовать. Как у нас, прокатить? Нет с вами. Они, конечно, что-то резво начали шмалять. Просто, я так вспоминаю, вроде как, обычно они там как вкопанные стоят. Успеваешь просто отшмалять их всех, приложить, так сказать. А в этот раз, ты посмотри, я не успел носу высунуть. Сразу же прилетело. Ладно, сейчас подождем, посмотрим. Так, ну, близко, наверное, слишком не стоит подходить. Ну, давай, кто-нибудь помогите, быстрее рожай. Может, свет, тебе фонарик поможет. Ха-ха. так, что-то не хочет, блин. Ладно, подождем немного. кто-нибудь, помогите. Вот, вот, другое, а, вон еще один. И вот он еще один. блин, блин, успел. видели, видели, да, как вкопанные стояли, там, особо не реагировали. В этот раз, а вот в прошлом он сразу как-то начал шмалять. И просто я даже не успевал там. Так, мне надо снайпера еще положить. Комбинезон чистого неба. Снимем. Сейчас отсюда надо, во-первых, сохранить игру. Сохраним игру, соберем хабарок и будем снимать снайперов там от кузнеца. Мне в процессе сдачи ПДА, 40 ПДАД, помните, да, приходит сообщение, кузнец говорит о неких наемниках, которые тусуются, как бельмо на глазу у моста, у моста. Поэтому сейчас придется их подснять. У нас М-14, отойдем подальше. Я их быстренько уработаю всех. Сохраночку сделаем. Только. Так, отлично. Собираем прибыток. Ты не высовывайся, халява. Сиди здесь. Собирай вон хабарок Дай-ка я пристегну к винтовочке прицельчик. Соберем быстро все стволы. А его сейчас приложат, он добегается. Ох ты, экзоскелетик наемничков. У меня, правда, их хватает уже. Честно вам скажу, так, сейчас вот лучше не высовываться здесь. С другой стороны обойдем. Возьмем руки вот в этот вот ствол. Попробуем, кого он там шмаляет. Так, где-то он здесь был, да, вот я конкретно. А, вот она, видите, да, прикладываю. Отлично, минус один. Минус один, ствол М14, меня вообще радует, братва. Так, и здесь вон еще, там тоже их много. Там самое главное не положить наши. вот отсюда возьму я их. На, вот он, вот он, да? А, вот он. Есть еще одного сложили мне. Вот он. Еще один минус. Самое главное, кузнеца не подрихтовать. Ненароком, да? То есть, я имею ввиду своих пацанов. Тогда будет, конечно. Так, а там кто поползает, мне? Это наш, не наш, вот этот вот на корточках? Непонятно, Потому что там, я помню, у нас один из наших в этой броне невидимой был, вроде как. Так, ладно, поменяем позицию. Поменяем позицию. Там халява уже ходит, как у себя дома. Весь хабар собрал, с этого взял, наверное. Ну ладно, пусть ему чуть-чуть перепадет, он вроде как одного положил там. Так, там что-то еще подгрузился мне. У нас и так с вами в достатке все. Давайте, знаете как, пробежимся, не поленимся, вот сюда. И посмотрим сверху. Что-то мне кажется, я там еще не всех положил. так, потушим фонарь, блин. Аккуратненько осмотримся. Да, ну там уже и кузнец по нам шмаляет. Видите, да? Уже и наши шмаляют. Но это пройдет, это пройдет. Это пройдет, просто надо отсюда отвалить. Все, ладно, мы, короче говоря, потом посмотрим. Блин, я в телепорт сейчас попаду. Ну и хорошо, валим на болото. Потом мы сюда еще вернемся, сюда. Я там самое главное снайпера снял и еще двоих положил этих наемничков. Мы с вами просто на обратном пути более тщательным образом, я там с бинокля проконтролирую, просмотрю весь процесс. сейчас отправляемся на болото и, наверное, сколько позволяет нам время. Ну, еще можно было бы и здесь побродить. а у нас блокпост военных, кстати говоря. Ну-ка, пойдемте сходим, я не помню, по Гидрия. Блядь, я перегружен уже, тут еле двигаюсь, надо все это скинуть. В тайничок сейчас идем, братва, пока мы скинем все вещи, потом я буду думать, что оставить, что продать, что там, так сказать, нам пригодится. Пойдемте сразу, в тайник. Забежим. Потом к Сидорку, там у меня, смотрите, запчасти тут есть для мутантов. Мелочные квесты возьмем быстро, там патрончики какие у него, он меняет, там на запчасти, помните, да, дает и дроп и так далее. И, наверное, будем перемещаться на болотах или же штурманем блокпост, там по Гидри, вроде как одна из точек, потому что в этих сохранках я Гидру не брал, в тех видео я вроде как Гидру снимал, вы помните, но тут сохранки же другие, соответственно, здесь я Гидру не снимал, поэтому одна из точек это блокпост военный. Попробуем, так сказать, прозондировать там почву. ну а сейчас пока двигаемся к треничку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok